МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о кисломолочных продуктах. У каждой семьи есть огромный опыт их применения, и в каждой семье возникает множество вопросов. Когда? Какие? Сколько? Как долго? И так далее. Давайте пойдём вместе, поищем ответы на эти вопросы. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, когда речь идёт о еде, у нас в студии аншлаг. Правда, Луиза Васильевна? Потому что в еде у нас разбираются все, и у всех есть личное, собственное мнение, в том числе и о предмете нашей сегодняшней встречи. Что вы думаете о кисломолочных продуктах, Луиза Васильевна? Я думаю, что это вкусно, полезно и здорово. Ну что ж, давайте узнаем. По-видимому, наши эксперты того же мнения. АПЛОДИСМЕНТЫ Творожок, сметану, масло обожаю. И ещё мороженое. Да, обожаю. Только я их пью обезжиренные. Я свежие только люблю. Масло, потому что нужно, чтобы вырасти, чтобы стать сильным смыслом, чтобы начаться писать, читать и не быть таким морозеньким. Творожки, они, например, полезны для зубок, чтобы потом выросли вот такие вот, как мы, бабушки, золотые зубки. Их очень полезно пить. Ну, их надо сначала проверять. Ну, идут на кассу и там проверяют, дорого стоит или недорого. А вот если недорого, то они отдают. А если дорого, они не могут дать. Йогурт люблю, кефир люблю, творог ненавижу. Ну, потому что тот волок без сахара невкусный. Там такие специальные кальций, которых, это, ты их кушаешь, пьёшь, и тогда у тебя становится больше сил, больше сил, и ты даже не замечаешь, как ты сильнеешь. И тогда ты становишься очень сильным, и тогда, вот, и тогда ты быстрее растёшь. А если будешь только кушать, будешь только пить воду, и, например, кушать только, этот, только кушать яичницу, тогда ты вообще не будешь сильным. Как был малюсиком, так и останешься малюсиком. Собственно говоря, совершенно очевидно, что все мы употребляли в пищу самые разнообразные кисломолочные продукты, и некоторые из этих продуктов озвучили наши эксперты. И у каждой мамы есть собственное мнение, можно ли это ребёнку. Но не все задумываются над тем, чем это полезно, или чем вообще кисломолочные продукты полезнее обычного молока. И очень часто на приёме у нас об этом спрашивают, и приходится отвечать. К вам приходила телеведущая Лера Круг. Давайте посмотрим. Когда однажды Валерия Круг оказалась на необитаемом острове, очень скоро на смену мечтам о победе в телеведии пришло другое, гораздо более несуществимое на тот момент желание. Ей снились молочный шоколад, молочный коктейль, йогурты, и очень хотелось домой. То приключение заставило Леру по-иному взглянуть на многое. Теперь она гораздо острее, ценит то, что есть кровь над головой, тюблая постель и возможность открыть холодильник, в котором всегда найдутся любимые йогурты и прочее молочное, и кисломолочное вкусности. Собственно о них зашел разговор на этот раз у доктора Комаровского. А какие вы вообще предпочитаете кисломолочные продукты? Вообще как у вас с этим в доме? На самом деле в доме все с этим замечательно. Естественно, я предпочитаю низкокалорийные, безжиренные, хотя не факт, что это правильно. Сейчас очень много читала по этому поводу. Что касается ребенка, кисломолочное она не любит, она просто кушает, пьет молоко. Соня, скажи мне, ты не пьешь кефир, потому что не любишь, он тебе просто вкус не нравится, или что? Да, не нравится. А йогурты, например? Пью. Замечательно. Ну, так, значит, все-таки... Ну, есть, да. Значит, все-таки в жизни вашей семьи присутствует... Нет, конечно. Ну, я однозначно пью и молоко, и кефир, а Сонечка йогурты просто сладкие, да? То есть не обижимые, как я, а именно сладенькие, там, а-ля клубничка, абрикосик, это мы тоже пьем, да? Замечательно. Но, когда вот еще, помню, нам наш педиатр посоветовала сами покупать закваску, вот я все это делаю вместе с нянями, сама делала. То есть, на самом деле, шла речь о том, что это гораздо безопаснее и правильнее, нежели покупать все-таки кисломолочные продукты в магазине. Вот мне хотелось бы с вами посоветовать на тему того, что... Насколько все-таки... Где лучше брать? На базаре кисломолочку? Либо в маркете? Вот что... Ну, вы знаете, на самом деле, я вот, когда подобное что-то слышу, мне сказали, что это так полезнее, не полезнее, да? А вот вы знаете, допустим, что перепелиные яйца усваиваются лучше, чем куриные, да? А я тогда спрашиваю, а у вас куриные что, плохо усваиваются, да? Ну, то есть, одно дело, если люди мне говорят, да, вот мы едим куриные яйца, нам плохо, мы начали есть перепелиные, нам стало хорошо, да? Но, как правило, нет. Вообще, понимаете, что понятие полезности продуктов, оно же очень относительное, да? Опять-таки, давайте посмотрим ситуацию с другой стороны. Есть две взрослых женщины. Одна ходит в магазин покупать кефир, а вторая готовит кефир самостоятельно, да? Вот, с точки зрения общественного мнения, кто из них мама, а кто мачеха? Ну, конечно же, мачеха та, которая ходит в магазин, естественно, да? Поэтому, на самом деле, когда доктор говорит о том, что вы купите сами эту закваску и сделаете, это действительно для многих полезнее. Во-первых, это огромный жирный крестик на совести мамы, да? Вот, это очень важно. Опять-таки, а если у этой мамы еще и есть своя собственная корова, так вот, да... Ну, это же фантастика. Нет, на самом деле, для вас, естественно, иметь собственную корову, это фантастика. Но для огромного количества женщин в нашей стране, которые живут не в городе Киеве, которые имеют закваску, да, и делают кисломолочные продукты с самой дома, из родной коровы, которая вот есть рядом или у соседа, это совершенно естественно. И такой вариант однозначно имеет право на существование. Просто, когда мы говорим, что не покупаете готовый кефир, это кот в мешке, покупаете молоко, это не кот в мешке. Понятно, да? Поэтому главное для нас совсем другое. Не понятие о полезности, а удобство мамы, желание ребенка. Это очень важно. В конце концов, если ребенок не хочет есть этот кефир, если он плюется этим кефиром, то, ради бога, или он его хочет есть, но после этого кефира у него стул пять раз в день, а без кефира два раза. То есть мы должны это четко понять. В общем-то, все это индивидуально, да? Конечно. Но считается, что кисломолочное все-таки хорошо и благотворно влияет на стул. То есть в любом случае. Или тоже это индивидуально, да? Нет, на самом деле, понять, с чем связан самый главный эффект кисломолочных продуктов, достаточно легко. И дело вовсе не в бактериях. Нет. Смотрите. Во всех молоках, то есть любых зверей, у человека, у козы, у коровы, у овцы, есть сахар. Сладкая. Сладкая. То есть вы знаете, сахара бывают разные. Есть глюкоза, фруктоза, да? Вот сахар, сахароза, а сахар, который находится в молоке, называется лактоза. Так, да. Это понятно. Когда лактоза попадает в наш организм, то лактозу надо превратить в энергию, расщепить. И для этого организм вырабатывает фермент, который называется лактаза. Так. Особенность человеческого организма состоит в том, что чем человек младше, тем выше активность лактазы. То есть у грудного ребенка, который питается только молоком, понятно? Лактаза очень активна. Природа так придумала, что человек ест молоко только в периоде молекопитания. Ну да, я поняла. У многих людей есть тенденция к тому, что чем человек старше, тем активность лактазы меньше, и человек перестает иметь возможность усваивать, нормально переваривать молоко. И считается, что до 70, а в некоторых странах и больше, это зависит очень много генетически, так вот около 70% людей не могут усваивать нормально молоко, потому что они не переносят лактозу. Ну вот у меня та же история, потому что, что касается меня, слушала миллион раз эти мифы, не мифы, да, но вот это имеет место быть, о чем вы говорите, о тех 30, которые усваивают 70, нет, так вот я не могу прожить, допустим, не выпив, около литра молока в день. То есть это мой напиток. Прекрасно. Например, моя мама не пьет его вообще. Потому что ей после него становится... Да, а мне замечательно, и вот ребенок то же самое, он каждый вечер на ночь всегда с кружкой молока, всегда. И никаких проблем у него при этом не возникает. Так вот, оказывается, если мы в молоко добавим особый вид бактерий, которые способны к так называемому кисломолочному брожению, они способны расщеплять молочный сахар. И если мы в молоко добавим этих бактерий, они там начнут размножаться, питаясь вот той самой лактозой, которую мы с вами не в состоянии, допустим, переваривать. То есть они расщепят его вместо нас. И количество лактозы там резко уменьшится. Это будет продукт с совершенно другими свойствами. Он и будет называться поэтому кисломолочным. Что там вместо молочного сахара продукт его распада уже под действием бактерий. И тогда мы с вами сможем выпить это молоко, но нам не надо будет в этом молоке расщеплять лактозу. И поэтому огромное количество людей не могут пить молоко, но могут пить кисломолочные продукты. И почему так важно об этом знать, мамам. Потому что есть, например, детские болезни, инфекции, особенно кишечные инфекции. Например, мы делали даже об этом передачу, есть такое понятие ротовирусная инфекция. Так вот этот вирус на некоторое время, примерно на 2-3 недели, может отключать активность ферментов, которые расщепляют лактозу. И поэтому ребенок на этапе выздоровления не может иногда пить даже мамы на молоко. Понятно? А кисломолочная может. Прошу на это обратить внимание, а мы еще подробно об этом поговорим. Спасибо вам большое. На здоровье. Спасибо. На некоторые вопросы про лактозу и лактазу ответы уже стали очевидными, но тем не менее уверен, что еще множество вопросов осталось. Давайте их задавать. Евгений Олегович. Вы первая, Луиза Васильевна. Как всегда. Пользуйтесь служебным положением. Евгений Олегович, такое огромное количество разных кисломолочных продуктов. Какая разница между ними кислое молоко, кефир, йогурт? На самом деле, все существующие кисломолочные продукты можно разделить на две группы. Большинство кисломолочных продуктов представляют собой продукты так называемого кисломолочного брожения. И сметана, и творог, и ряженка, и простокваша. Это все продукты кисломолочного брожения. Естественно, знаменитый йогурт, это тоже продукты кисломолочного брожения, в процессе которого расщепляется молочный сахар, образуется молочная кислота и так далее, и так далее. Так вот, к чему мы все это рассказываем? Что есть другие продукты, где протекают не только процессы кисломолочного брожения, но одновременно проходят два процесса. Процесс кисломолочный и процесс спиртового брожения. И вот к таким продуктам относятся, Например, что? Знаменитый кефир. Да, еще менее знаменитый у нас, но очень знаменитый кумыс, айран. Вот это продукты, где происходит одновременно кисломолочное и спиртовое брожение. А в таком случае детям можно кефир пить, если там происходят спиртовые разные процессы? Вот, на самом деле, Луиза Васильевна затронула такую очень актуальную тему, просто когда рассказывают о алкоголе в кефире, то люди даже не понимают, в чем тут суть, сколько там того алкоголя, потому что сплошь и рядом, когда вы покупаете ребенку просто бутылочку с виноградным соком, то в этом виноградном соке спирта больше, чем в кефире, в том же количестве, понимаете, да? Наверное, надо рассказать о том, как делали кефир раньше. Раньше кефир производили так называемым бурдючным способом. Вот есть кожаный мешок, кожаное ведро, да, которое называется бурдюк. Туда наливают молоко, едет лошадь, на ней висит этот бурдюк, оно там трясется, плюс греет солнце, там протихают процессы вот всякие разные, да? Потом, когда из бурдюка выливают молоко, то бурдюк никогда никто не моет, это очень важно. И вот то, что там осталось, это есть вот та самая закваска, туда налили молоко. Так вот, если через три дня вылить вот это вот то, что получилось, то там спирта 0,005 процентов. А если его там неделю не выливать, там может быть и 4 процента спирта, и 6 даже, понятно? И можно так напиться, что мало не покажется, Луиза Васильевна. Так вот, оказывается, когда кефир производится промышленным способом, то для этого на нем, что пишут товарищи, срок годности. То есть, если взять бутылку кефира, на котором написано годен 3 дня, спрятать его в холодильнике и достать через полгода, то там количество спирта может быть где-то 6-8 процентов. Но оказывается, что если мы просто читаем этикетки и не даем детям просроченный кефир, то количество там алкоголя не опасное. А вы что, давали детям просроченный кефир? Раз вас такая тема волнует, Луиза Васильевна? Нет, нет, не давала. Нет, спасибо за бдительность. Ваши вопросы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Такой вопрос. Продается кефир обыкновенный, ну, там, минимальный срок годности 3-5 дней. И продается кефир детский, на нем написано детский. Что лучше для ребенка? Стоит ли купить детский или можно и взрослый такой? Нет, я как раз уверен, что можно и взрослый, и детский. Вопрос на самом деле в том, что, конечно же, технология производства может очень серьезно отличаться. Когда вот некая контролирующая организация дает или не дает разрешение на использование слова детский, то требования более жесткие. И, конечно, все мы, покупая некий продукт специально для детей, изготовленный, мы подразумеваем, что за этим продуктом большее количество контролирующих организаций. Таким образом, в целях безопасности более надежно покупать детские продукты. Хотя иногда просто смешно выглядит, например, продукт под названием детская минеральная вода, да? Иногда это выглядит очень смешно, но мы действительно надеемся, что те люди, которые из водопроводного крана наливают воду, ну, в детскую воду не будут наливать из водопроводного крана. Мы на это надеемся, да? Хотя иногда, когда показывают пищеблоки в каком-нибудь пионерском лагере, да, то кажется, что мы такие все наивные, и люди, которые там, они думают как-то иначе, понимаете? Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, с какого возраста можно давать? Я помню старые детские молочные кухни, где мы брали ацидофильное молоко. Вот. С какого возраста можно давать? Вы знаете, опять-таки, Луиза Васильевна все время попадает в самые болезненные места. Я получил в своей жизни, там, десятки тысяч писем с одним вопросом. Какое вы имеете право рекомендовать прикурс кефира, если всемирная реализация здравоохранения такого не рекомендует? Хотя Комаровский все время говорит о том, что он является сторонником всемирной реализации здравоохранения. Ребята, ну нет экспертов во всемирной реализации здравоохранения, которые имели дело с кефиром. Ну нет, они не знают, что это такое. Вы понимаете, для всемирной реализации здравоохранения кефир, как для нас папайя, это что-то редкое, экзотическое и невиданное. Понимаете, наверное, давайте мы вместе с вами, вот сейчас очень многие из вас вообще совершают для себя какое-то такое внутреннее открытие, когда мы вам попытаемся рассказать, откуда этот самый кефир взялся, что это такое и почему никогда вы не услышите от американского доктора рекомендации о том, что надо давать людям кефир. Вот для нас всех слово кефир, ну оно совершенно обычное, да, но миллиарды людей на земном шаре никогда слово кефир не слышат. С кефиром впервые жители вот европейской части там России, нашей страны столкнулись впервые, когда были кавказские войны. Когда российские солдаты там воевали на Кавказе, и там у местных горцев, у карачаевцев, осетинцев был особый молочный напиток, очень вкусный. И его все пытались секрет этого напитка разгадать, хотя первое упоминание о том, что с ним столкнулись с кефиром, вздумайтесь, 1867 год. То есть никто там в Москве, в Киеве не знал от слова кефир до 1867 года. А с ним встретились, да, всем понравился вкус, понравились результаты. Многие солдаты, которые ждали очереди на горшок неделями, оказалось, смогли сходить, понимаете. И опять-таки молоко вот взяло из кисла, а это хранится несколько дней, да. И они пытались добыть рецепт, но ничего не получалось. Им продавали кефир, но рецепт не давали. И однажды в 1908 году одну девушку, звали ее Ирина Сахарова, послали на Кавказ в командировку вместе с управляющим одного из молочных заводов добыть рецепт вот этого кефира. И она попала в гости какому-то карачаевскому князю и попросила у него кефира, а он, нехороший человек, не дал кефира. Но при этом присутствовал сын этого князя, который за время беседы успел в эту девушку влюбиться. И когда она возвращалась домой, ее украли. Но вот этот управляющий, он уцелел. И он настучал в жандармерию. И князя, и всех его родственников арестовали. И когда был суд, то девушка в качестве компенсации потребовала рецепт кефира и сам кефирный грибок. И в 1908 году кефирный грибок приехал в Москву, в Боткинскую больницу. И с того времени кефир производится миллионами тонн. Все знают, что это такое. Все экспериментируют. Когда я закончил мединститут, детская больница не могла себе представить жизнь без кефира. Понимаете, да? И естественно, всегда была целая наука, как его приготовить, как хранить кефирный грибок, что это такое. Был однодневный, двухдневный, трехдневный кефир. Была специальная технология, которая сейчас стремительно теряется. Теряется опыт использования кефира в нашей стране, потому что это наше, наше. А наше, оказывается, никому не нужным, негодным, потому что нет маркетинга, нет понимания того, что мы должны гордиться нашим, понятно, а не завозить тоннами то, что нам привозят. Мы живем в стране, где есть более чем столетний опыт использования кефира, в том числе у детей. Мы знаем достоинства кефира, его недостатки. В этом беда наша. Мы знаем такой продукт питания, который при совершенно умеренной модификации современной, при контроле количества лактозы, при контроле адекватной жирности, при контроле витаминного состава, при обогащении определенными там веществами, может быть продуктом, который мы будем продавать всему миру. Но это никому не надо. Нам гораздо проще привезти сюда импортные кашки и рассказать всем, что не надо кормить детей кефиром. Хотя любая женщина, сталкивающаясь с ценами на заморские кашки, прекрасно понимает, что наш кефир на порядок лучше, дешевле, удобнее, и дети его едят, как правило, с большим аппетитом. Поэтому, если в вашем городе еще не убили до конца систему детских молочных кухонь, если вы знаете, где продается детский кефир, вы вполне можете начинать прикорм с детского кефира. Если вы не перегибаете палку, не имеете дурной привычки кормить ребенка кефиром 5 раз в сутки, если вашему ребенку нравится этот кефир, нравится, если он плюется, не надо, но если нравится, то почему бы и нет. Поэтому еще раз фиксирую внимание. Мы действительно не можем, говоря о пользе кефира, сослаться на рекомендации Американской, Европейской или ВОЗовской Ассоциации Педиатров. Не можем. Это наши достижения, которыми мы можем гордиться. И я прекрасно помню, как здорово было, работая в инфекционной больнице, и видя огромное количество детей с кишечными инфекциями, и мы видели, как эти дети восстанавливаются после кишечных инфекций на нашем кефире. Нашем. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а можно ли детям давать жирные кисломолочные продукты, такие как сметана, например? Ну вот смотрите, все чаще и чаще и в средствах массовой информации, и в научных, медицинских работах возникает мысль о том, что животные жиры, животные жиры, особенно высокой концентрации, да, вредны. Особенно они вредны мужчинам за 40, с высоким уровнем холестерина, с лишним весом и так далее, и так далее. У детей обмен веществ принципиально иной. И детям животные жиры нужны, как источник очень большого количества всяких полезных штучек. Не будем углубляться. Естественно, естественно, мы должны понимать, что если ребенок ест продукты с высокой жирностью, то он должен вести себя соответствующим образом. То есть, если у ребенка попа, которая не помещается в кресло, и он целыми днями смотрит телевизор, да, то не надо такого ребенка кормить сметаной. Ну, нормальная мама должна это, в конце концов, понимать. Правда, да? Поэтому, естественно, если у ребенка шило в заднице, он прыгает, скачет и с удовольствием ест жирную сметану, пусть он ест главное, чтобы после употребления этой сметаны у него не возникало проблем со здоровьем. Любой педиатр знает, что когда речь идет о детях первого года жизни, то продукты с высокой жирностью очень часто вызывают аллергические реакции, поносы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я фиксирую внимание на том, что я лично, я, все-таки не рекомендую детям первого года жизни использовать, что бы то ни было, с жирностью более 5-6%. А если речь идет о питьевых продуктах, там, кефире, йогурта, то максимальная жирность, наверное, 3,5, но больше трех, в принципе, не надо. То есть на это я фиксирую внимание. Резюме. Можно не перегибать палку, следить, чтобы ребенку это нравилось, это два, и следить за тем, как ваш ребенок себя ведет. То есть я бы очень хотел, чтобы ваши дети были активные, худые, с шилом в заднице и ели сметану. Когда ребенок может безопасно для здоровья есть сметану, это говорит о том, что у него нормальные родители, которые думают не только о сметане, но и о занятиях, спортом, прогулке на свежем воздухе и так далее, и так далее. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли годовалому ребенку немножко сладить вот кефир, творог, немножко? Ну, смотрите, в конце концов, вам, вам, как маме, удобно, чтобы одно из кормлений было кефир. Правда, да? Он доступен, он рядом, он недорог. Вам бы это было удобно. Но ребенок от него отказывается, потому что ему не нравится вкус, да? Вы видите, что добавив немножко сахара, совсем чуть-чуть, вы эту проблему решаете. Можно? Конечно, можно. Второй вопрос в том, что мы же изменить вкус кефира можем и другими способами. Ну, например, взяли хорошую курагу, да, кинули в кефир, блендером это все взбили и получили достаточно сладкое. То есть экспериментировать в этом направлении однозначно можно. То есть от фруктов сахар полезнее, да, чем больше? Я не могу сказать, полезнее и не полезнее. Мы уже много говорили о пользе и вреде сахара. Если нет лишней попы, то это не имеет никакого значения. Главное, все сладкое – источник легко усваиваемой энергии, которую надо потратить очень быстро. Поэтому, если съели сладкое, значит, должны после этого побегать, поползать, поактивничать. Вот если есть возможность тратить энергию, ничего опасного в сладости не будет. Главное, что мы еще должны помнить, что если во рту остались сахара, то они вредно влияют на что? На зубки. Поэтому после сладкой еды надо что-то, ну, попить, хотя бы водички, сполоснуть рот. Все, спасибо. Здравствуйте, доктор. А скажите, насчет творога. Его надо каждый день кушать или можно как-то чередовать? Там сегодня кефир, завтра творог. Его можно вообще не кушать, и тоже ничего страшного не произойдет. У вас есть возможность купить качественный творог. Ваш ребенок его любит. Это замечательно, но главное только не думать, что если ваш ребенок не ест творог, то с ним что-то страшное произойдет. Это один из полноценных, качественных продуктов, достаточно безопасных, которые дети с удовольствием едят. Опять-таки, творог вы можете использовать в качестве основы для блинчиков, сырников и так далее, и так далее. Поэтому, дай вам Бог, пожалуйста, используйте. Главное, чтобы рядом с вами продавался качественный творог, и вы бы следили за его жирностью, за его сроками хранения, имели возможность, в конце концов, этот творог покупать. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, а в каких случаях кисломолочные продукты вообще давать нельзя? Есть такие случаи? Я не знаю таких случаев. Ну, наверное, нельзя их давать детям первых шести месяцев жизни. Это не надо просто вообще никому. Во-вторых, их не надо давать, если вам они не нравятся. Если они вызывают некие негативные последствия. Если есть доказанная аллергия на коровий белок, зачем же их тогда давать? В любом случае, все методом проб и ошибок, но в любом случае категорических противопоказаний практически не бывает. Вам нравится, ребенку от этого хорошо, проблем со здоровьем не возникает. Кушайте на здоровье. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а если делать кисломолочные продукты самостоятельно, есть ли разница, какие закваски покупать? Что такое кефирный грибок? Кефирный грибок представляет себе такие зерна бело-желтого цвета, в состав которых входят определенные бактерии, несколько видов, и дрожжи, несколько видов грибков. То есть там и грибки, и бактерии. Что удивительно, что многие годы пытались люди воспроизвести кефир, то есть создать этот грибок. Вот мы знаем все бактерии, мы знаем все дрожжи, которые входят, все грибки, которые входят в состав. Создать кефирный грибок искусственно не получается. Ни у кого. То есть недаром горцы говорят, что кефир им послан пророкам, что это божий дар человечеству, да? То есть на самом деле существует множество разнообразных кефирных заквасок, но их состав намного проще. То есть если в исходном кефире, традиционном, классическом, несколько десятков составных частей, то в закваске до десяти, как правило. То есть это продукты, не в полной мере соответствующие тому, что мы называем кефиром. Но я не утверждаю, что это плохо. Поэтому все индивидуально. Вам проще купить закваску, приготовить напиток, который с удовольствием ест ребенок. Почему бы и нет? Нет, мы с вами все надеемся, что когда-нибудь или государство, или кто-нибудь из производителей молочного питания вдруг задумается над тем, ну почему бы не сделать современный, качественный детский кефир, который удовлетворит потребности 99% мамочек, которые они смогут купить в любом магазине, в любой молочной кухне, которые можно поставлять тысячами единиц в детские больницы, в детские сады и так далее. Пока это еще никому в голову не пришло. Придет в голову, мы поможем, не вопрос. Но главное, пока это не пришло, мы все будем проводить эксперименты. Взрослый кефир, детский кефир, закваска А, закваска Б и так далее. Главное, чтобы это нравилось детям и не вызывало проблем со здоровьем. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, можно ли, допустим, совмещать в течение одного дня или там полчаса там или, не знаю, сразу съесть, вот съесть творог, запить кефиром и, скажем так, какие дозы? Потому что я где-то встречала, что у нас творог рекомендуют есть не более 50 грамм, но все-таки у меня, например, мой малыш с удовольствием съедает 100 грамм. Насколько, как бы, вот эти граммы, опять-таки, надо, не надо, есть и сколько? Вы знаете, очень часто для среднестатистической нашей мамы количество продукта равно аппетиту, с которым этот вот продукт ест ее ребенок, да? Почему врачи так боятся, вот, например, там, рекомендовать тот же кефир? Потому что в кефире достаточно высокая концентрация белка, как, впрочем, и в твороге. И ребенок первого года жизни не в состоянии сплошь и рядом расщепить вот именно такое количество белка, и возникает избыточная нагрузка на почки. Поэтому, почему так страшно сказать, ребята, ну, одно вкормление в день ребенку первого года жизни, точнее, с 6 до 12 месяцев, вполне может быть кисломолочное. Но мы сплошь и рядом сталкиваемся со следующим. Мама видит, что ребенок с удовольствием ест кефир с творогом, да? И она дает кефир с творогом 3 раза в день, понимаете? Я знаю детей, я видел таких детей, причем не одного, я видел таких десятки. Правда, сейчас их становится меньше, когда ребенок за ночь выпивает литр кефира. Сейчас добыть литр нормального кефира стало намного сложнее, понятно? Поэтому сейчас таких проблем с кефиром меньше. Но, тем не менее, я с этим сталкивался, ну, очень часто. Когда они брали на молочной кухне за дополнительное вознаграждение по 20 бутылок и кормили его кефиром, 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 кефиром. Потом он ходит ноги колесом, рахит и так далее, и так далее, проблемы с почками. Кто виноват? Кефир, да? А мозги кому? Для чего? Поэтому, ребята, естественно, сочетать кефир с творогом, это очень интересное сочетание. Опять-таки, мы бы хотели, чтобы дети, начиная с 6 месяцев, на этапе введения прикорма, ели из ложечки. Это очень интересно. Когда мы даем только кефир, он может его сосать, да? Кефир смешанный с творогом, они едят из ложечки. Общаются таким образом с мамой, приобщаются к взрослой системе питания. В смесь кефира с творогом можно добавлять фруктовые пюре, сухофрукты, да, распаренные. То есть у нас возникает огромное поле для разнообразия. И я еще раз фиксирую внимание, что если это будет одно кормление в день, это нормально. Но даже если ребенку это очень нравится, не перегибайте палку. Кефир – это продукт однократного употребления для ребенка первых трех лет жизни. Пожалуйста, потом делайте, что хотите. Почки ребенка старше трех лет могут справиться и с литром кефира. Тут никакой опасности нет. Тем не менее, по тому детенышу, который я вижу у вас на руках, я все-таки считаю, что с учетом размера ваших щек на особую доходягу вы не похожи, понятно, да? Поэтому 150 грамм кефира и 50 грамм творога вам достаточно для одного кормления. Хотя прекрасно понимаю, что вы съедите 250 плюс 100. Это я понимаю, но вам достаточно. Лучше раньше проголодаетесь и поедите что-нибудь другое, более соответствующее вашему возрасту и безопасное. Спасибо. Еще. Конечно. И еще подскажите, пожалуйста, есть ли разница давать его утром, днем или вечером? И можно ли вот непосредственно перед сном, скажем так, вот после ванны? Вы знаете, мои личные, еще раз, это рекомендации мои, к всеми организации и здравоохранения отношения не имеют. Я считаю, что первое кормление, первое кормление, это либо смесь, либо мама. Идеально второе кормление, кефир с творогом, понятно? А на ночь давать то, что самое сытное, как правило, это молочно-крупяная каша. То есть, как правило, опыт показывает, что после кефира и творога, если не давать по 300 грамм, как в вашем случае, так вот, если давать их в умеренных количествах, ребенок проголодается быстрее, чем после каши молочно-крупяной. Поэтому, все-таки на ночь рекомендуется то, что является самым сытным, после чего ребенок захочет есть как можно позже. Вот и все. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, я сама употребляю, есть такой гриб, называется молочный гриб, тибетский гриб, его там по-разному называют. Я его заливаю на сутки домашним молоком, и потом через сутки у меня готовый кефирчик. Так вот, можно ли такой кефирчик давать ребенку, которому год и три месяца? И в каком количестве? Старше года однозначно можно. Главное, все, что вы даете, вы должны методом эксперимента. Дали чайную ложку, на следующий 2, 4, 6 стакан. Все нормально, слава богу. Предельный объем, я все-таки рекомендую, не более 250 грамм для ребенка такого, при условии, что, а, ребенок с удовольствием это ест, и после употребления у него не возникает проблем со здоровьем. Надеюсь, вы сделали правильные выводы, поэтому приятного вам кисломолочного млекопитания. Всего доброго, встретимся через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!